Азербайджан Азербайджан продолжает таргетировать мирные населенные пункты Арцаха. В ночь с 20 на 21 октября во всех населенных пунктах перемирие сравнительно соблюдалось. А на рассвете Мартакет с прилегающими селами вновь стали мишенью врага. Вчера в этом же направлении применялась авиация, подверглись бомбардировке гражданской инфраструктуры. ВС Азербайджана грубо нарушает не только установленное гуманитарное перемирие, но и в отношении мирного населения применяют запрещенные виды вооружения, говорится в сообщениях госслужбы по ЧАЭС. Конгрессмен из Калифорнии Грейс Наполитана выступил с инициативой в Палате представителей США по признанию независимости Арцаха. Путь вперед – это путь к свободе. Поэтому я призываю к официальному признанию независимости Арцаха со стороны Соединенных Штатов, написал Наполитана, публиковав представленный ею документ. Касаясь конфликта в Карабахе, проармянский конгрессмен подчеркивает в этом документе, что Арцах – это очень американская история, победа свободного народа над иностранным правительством. Граждане этой гордой республики воплощают собой слова нашей Декларации независимости. Конгрессмен-демократ отмечает, что хорошо известно и документально подтвердено, что Карабах был частью Армении на протяжении тысячелетий, а теперь это независимая республика, созданная на прочной правовой основе. Обратного будет и нет. Арцах не должен возвращаться в Азербайджан, заявляет Грейс Наполитана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Азербайджаном правит расистский режим. Азербайджан управляется расистским режимом, который прославляет этническое насилие в отношении армян и насаждает этническую ненависть в обществе. И это подтверждено Европейским судом по правам человека, Европейской комиссией по борьбе с расизмом и нетерпимостью, Комитетом по ликвидации расовой дискриминации. Принуждение армян Арцаха жить под властью Азербайджана нарушает международное право, написал он в своем микроблоге в Твиттере. По информации наших источников в Азербайджане, президент страны Ильхам Али вот уже несколько дней не живет на ее территории, предпочитая находиться в одном из своих дворцов в районе Турецкой Анталии и появляясь в Баку лишь на брифингах и обращениях к нации, подобных сегодняшнему. Столь неожиданное поведение азербайджанского диктатора связано с его опасениями за всю свою власть и жизнь, из-за все более усиливающихся по всему Азербайджану антивоенных настроений. Причиной этих волнений стали неудачи азербайджанской армии в Карабахе. Несмотря на обещания скорого «освобождения» региона, на данный момент часть войс Азербайджана находится в окружении в районе Зангелана, а другая стремительно отступает на восток. В итоге по всей стране назревает масштабное возмущение, которое начнется, скорее всего, в районах компактного проживания коренных народов Азербайджана, но затем непременно затронет и Баку. Более того, недовольство войной и политика Алиева зреет и в среде азербайджанской политической элиты. Военные раны в среду утром приступили к ежегодным учениям противовоздушной обороны под названием «Защитники небес Вилаят», сообщает агентство Мехар. Первая фаза маневра включает в себя активизацию и развертывание оборонительных систем и радаров с упором на мобильность и быстрые контрмеры боевых сил, заявил представитель учений 2-й бригадный генерал Аббас Фараджбур. Он отметил, что в этом году основная цель маневров – отработка мер защиты стратегических иранских объектов вместе с тестированием средств радиоэлектронной борьбы систем связи и слежения. Также военные будут отрабатывать методы бассивной обороны с целью усыпить бдительность потенциального неприятеля. Во время раскопок были обнаружены главные ворота дворца исторического древнего города Харан в провинции Урфа Западной Армении, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Харан считается одним из древнейших поселений в мире и дворцу 900 лет. Заведующий раскопками профессор доктор Аннал напомнил, что дворец Харан является одним из редких примеров дворцов, сохранившихся со времен Средневековья во дворце сотни комнат. Аннал отметил, что подписи и символы, найденные во дворце, также изучаются археологами. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Сахак Сахакян. Чеканек тагерк. Чеканек. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Продолжение следует...